Начальник, паровозик, тыр-тыр-тыр, начальник, который мальчик. Да, админ уже включил запись. Так, включил, да? Да, да. Да, запись идет. А, вот теперь я вижу, что... Ага, понятно, спасибо. Так, ну что же, начнем. Где тут эта зеленая кнопочка? Вот она. Так, а где тут у меня челки? Ну, дурацкая штука. А у вас такой... Вам подходит такой виртуальный фон, как у меня? Или надо убрать его? Я не знаю. Убери лучше. Убери. Написано, что скрины, нажимаете там. Потом, где карандаш один, нажимаете. и потом нажимаете на ща, и потом покажется. Или так, как. Вот так, да? Да. А до какую тему я попал? На... На тему использования ветра не для электроэнергии. А экран видно. Друзья мои, смотрите, что я вам открыл. Видите? Да. Да, мы видим. Значит, эта ссылка доступна там, где анонс моих встреч с вами, да? И здесь все оглавление всех наших встреч. Я прошу вас вот это использовать, потому что тут вы всегда можете найти все ссылки, которые были раньше. Очередное текущее домашнее задание. А можно ссылку в наш чат сбросить тут? Ну да, конечно, можно. Сейчас я сброшу, только если вы меня научите, как это делать. Вы должны это скопировать, остановить демонстрацию экрана. Так. И потом нажать на кнопку чат, что у вас будет внизу. Так, уже сделал, да, спасибо. И туда в поле ввода... Ну, кнопку Ctrl-V и все. Вот. И кнопку Ctrl-V. И туда... Но для этого вам придется выделить, что более, куда надо будет вводить. Он нам выслал. Нет, я уже все сделал. Докс, гугл. Так, ребята. Значит, смотрите. Кто у нас выполнил домашнее задание? А какое было домашнее задание? Да, какое было? Ну, кто объяснит, какое было домашнее задание? Видео нужно было найти, чтобы в группу выложить. Я в Facebook выложить не могу, у меня его нет. Но я в Телеграме, в чате выложил ссылку на видео. А кто у нас сегодня первый раз участвует и уже домашнее задание? Я первый раз. Да, сегодня первый раз. Я тоже. Я вообще начала учиться в этой школе сегодня только. Значит, смотрите. Кто-то из участников, кто сегодня первый раз участвовал, участвует, выполнил домашнее задание. Это кто? Я не понял. А я вообще не знаю. Значит, вот смотрите. Я не знаю, что с домашнее задание. Я тоже. Да. Значит, смотрите. Если кто-то должен у нас здесь быть из участников, то первый раз и домашнее задание выполнено. Я был, но я не понял, что сделать. Я тоже. Я не сделал, потому что я не знал домашнее задание. Я в первый раз тут. Значит, вот смотрите. Сейчас я снова открываю свой экран. Мама, я хочу все это делать. Да, вот так. А где это? Сейчас найду минутку. Во, вот она. Видите? А, ну да, я это смотрела, но я не понял. А я не посмотрела. Я не посмотрела. Вот. Значит, вот здесь вот одна мама выложила. Они, значит, с детьми собрались к нам навстречу. И они сказали, что они выполнили домашнее задание. Вот. А где их домашнее задание, я не вижу. Куда-то оно уже исчезло. А можно опять все вместе, опять пересказать только на маленькими словами, что было в прошлый раз, у кого, кто не было, у кого не было. Ну, давайте кто-нибудь из вас сами перескажете. Денис, может быть, ты? Пересказать, что было в прошлый раз? Да. Во-первых, занятия обсуждали мы прав получение электроэнергии. От ветра именно на втором занятия обсуждали электродвигателем. А на третьем мы обсуждали, куда вообще тратится электроэнергия. А сейчас обсуждаем, ветер нет для электроэнергии. Кстати, вон там я вижу, Сергей выложил то, что я просил выложить. Видео мое. Вот это? Нет, не вот это там, про насосы витринные. Просто на ютубе видел. Вот это я не нахожу. Вот это Сергей выложил, вот это очень интересно. Можем посмотреть? Ну, можно, конечно, да. Вот, это мое, да, вот это вот, домашнее. Которое я выложил в вертолете. Это она. Сейчас мы включим. Чего она не идет? Что-то оно не хочет вкрутиться. Не знаю почему. Ладно, пока закончим. Не знаю, у меня работа. Правда, Кирилл. Глокрома, Кирилл. Кирилл. Значит, это самое. Ребята, вы учитесь пользоваться Фейсбуком, пожалуйста. А у меня мама тоже в Фейсбуке работает. Ну, в смысле, она вообще не нужна. Фейсбука нету. И даже пользоваться. Мне он, честно, не нужен. У меня есть лично в ВК, и мне этого хватает. Ну, вот. Так, ну, почему-то я не вижу, Сергей вот выкладывал. А, вот здесь оно в дополнениях, понятно. Вот одна мама, значит, прислала, сказала, что они придут на занятия. Так, я где-то промахнулся. Вот, они придут на занятия, и они уже выполнили домашнее задание, несмотря на то, что они в первый раз пришли. Да черт, опять-таки сюда. Так, вот. Где оно, елки-палки? Да что за хрень такая? Ой-те, боже мой. Теперь буду год искать. Да чтоб ты провалилась. Как это найти, не знаю. Вот она. А, как я хочу сделать, что делать? Вот. И ее, значит, эти самые, выполненные домашние задания находятся вот здесь. Вот она. Где-то тут Сергей выкладывал, а сейчас не вижу. Ну, короче, она показала ветряные мельницы. Ветряные домашние. Где они, елки-палки? А, вот они, нашел. Зачем голландцам 10 тысяч мельниц? Сейчас пройдет реклама? Да черт, твоя реклама. Голландцам 10 тысяч мельниц. Ну, у голландцев было такое количество зернов в полнах, под народным участком. Вот, смотрите, видите мельницы? Угу. Значит, эти мельницы голландцы начали строить примерно 400 лет тому назад. Это было давно. Это 17 век, это 1600 какой-то год. Понятно, да? 6. 6. 6. 680. Значит, вот. И вот тут вот есть картинки, где мельница устроена внутри. Даже вот здесь вот более интересно. Видите? Тут все шестеренки сделаны из дерева. Да. И вот эти зубчики, их можно вынимать и вставлять новые, если старые износились. А, конечно, деревянные зубья изнашивались очень быстро. А вот это муку мелят. Смотрите, как муку мелят. В нашем случае, это когда муку жерна у вас, вы же шли к переводу. Вот это внизу, вот это мука. А это большие камни, которые катятся по этой муке. Измельчают зерно и получается мука. Вот. Но я не хочу на этом сильно много останавливаться. Я вам приготовил вот что. У меня вот такой рассказ. Так, вот это надо убрать, чтобы не мешало. Вот. Видите вот такие штуки? Вот это находится в Америке, в Техасе. Там очень много засушливых районов. Годненец совершенно воды. Вот сверху стоит такая вертушечка. Это тоже ветродвижитель. Она очень эффективная. Хорошо принимает ветер и передает вращение. А вот под этим колпаком находится пропеллер. Вот он, видите? Этот пропеллер гонит вот через эти дырочки, забирает воздух и гонит вниз под землю. Вот эта колба внизу, она закопана в землю на 2,5 метра. Если кто не знает, то на глубине 2,5 метра в любом месте земли, там плюс 8 градусов. Поэтому горячий воздух, который наверху находится, идет вниз, охлаждается. Из него капает водичка. Называется конденсат. Вот здесь эта водичка собирается. Примерно такая установка дает 3 ведра, по 10 литров каждое ведро. Интересно. 30-35 этих литров воды в сутки. Соответственно, если поставить... А можно еще раз? Что можно? Вот это? Да, я не очень понял. Вообще прошел конструктор. Вот. Значит, вот эта верхняя штуковина от ветра вращается. Дальше. Вот здесь вот этот пропеллер она крутит. Пропеллер гонит воздух вниз. Воздух попадает вот сюда, здесь охлаждается и дает конденсат. Капельки водички собираются внизу. И отсюда приходит человек и с помощью ручного насоса, называется ручная помпа, выкачивает эту воду, ну там в ведро, например. Вот все, вся конструкция. Вот. А я вам приготовил. Вчера целый день сидел и это дело делал. Так, теперь как мне показать, чтобы было только видео? Видите такую штуку? Видно? Видим, но очень маленькая картинка. А теперь? О, вот теперь хорошо. Теперь хорошо. Вот смотрите. Вот то, что я вам сейчас показывал, я решил это усовершенствовать. Я придумал это всего несколько дней тому назад. Вместо вот этой вертушки я сделал неподвижную штуковину. Видите? Значит, дело устроено так. Вот сюда дует ветер. А вот там дырочка. Видите? Вон туда идет дырочка. А, да. Значит, воздух. Вот сюда дует ветер. Естественно, здесь создается повышенное давление. Воздух опускается по этой дырочке вниз. Идет вот по этой трубочке под землю. И вот здесь у меня закрыто. Здесь собирается вода. То есть, вот до сюда примерно вот так вот. Это закопано в землю на глубину 2,5 метра. Закопать вот такую штуку очень просто. Сделать отверстие вот такого примерно диаметра сегодня очень несложно. Практически в любом грунте это делается за час работы. Вот. Потом туда эта штука опускается. Сюда дует ветер. А вот с этой стороны ветер выходит. Вот там тоже есть отверстие. Сейчас покажу, что внутри. Смотрите. Вот, видите? Здесь вот такие 4 плоскости. Видите? Да. Вот. Вот по этому канальчику вот так вот воздух идет вниз. А по другим канальчикам он возвращается обратно. Я вот здесь не проделал дырочки, но я их просто нарисовал. Вот. Видите? Вот тут, если вам видно вот здесь. Да, видно. Вот. Значит, через эти отверстия вот из этого канальчика воздух сюда проходит. И вот обратно идет по вот этому канальчику. Понятно? А знаете, зачем вот эта тарелочка? Да, мы поняли. Нет. Вот эта тарелочка зачем? Кто знает? Я не знаю. Вот смотрите. Вот в том устройстве, что я вам показывал. Ведь обычно там, где засуха, там ветер дует с пылью. Правда? И, конечно, все эти устройства очень быстро будут заполнены пылью. Правда? Вот в моем устройстве вот эту штуку можно вот так взять, вынуть, песочек вытряхнуть и это обратно засунуть. Понятно? Да. Вот. Сейчас я тут попаду в эту дырочку. Аккуратненько. Алло, попадай давай. Мало того, смотрите, вот здесь вверху она тоже вынимается. Вот, видите? Да, видно. Вот, я сделал так, что вот эта вот, вот эта штука, вот эта, вот в этой штуке подвижная, ее тоже можно, вот эту верхнюю часть можно снимать. Понятно, да? Да. Поэтому это очень универсальная штуковина. Сейчас, секундочку. Вот. Она не имеет никаких вращающихся частей. То есть ничего не вращает. Просто стоит. И ветер может дуть с любой стороны, всегда будет получаться конденсат и будет добываться из воздуха вода. Должен вам сказать, что в Техасе влажность воздуха 20%. А в средней полосе России меньше, чем 70% не бывает. Поэтому там, где высокая влажность, там вообще легко с помощью такой можно добывать много воды. Но главная такая штука должна работать в пустыне. Ну вот. Вот это, что я вам хотел рассказать. Так. А что нам прислал? Это кто у нас прислал домашнее задание? Сделал Денис, да? Да, я прислал. Так. И что там у тебя? Расскажи нам. А-а-а-а... Чего-то звука никакого нет. Денис, ничего не было слышно. Вот смотрите, я вам покажу сейчас. Вот смотрите, корабль какой-то очень старинный, правда? Это паровой пароход. Это пароход. Это пароход, у которого нет винта. Вот эти башни служат парусами, понятно? Ага. Вот. А каким образом они работают парусами? Вот здесь рассказано, вот дяденька где-то он был. А, вот он сейчас будет, смотрите. Видите, у него модель на столе. Здесь вот такая круглая штуковина. Вот она вращается, а сейчас он будет из пылесоса дуть на это дело воздухом. Смотрите. Видите? Вот этот барабанчик вращается, а отсюда идет ветер. Вот этот корабль, который я вам показал, вот этот. Ветер дует сбоку. Вот эти барабаны вращаются и создают тягу, и корабль идет вперед. Если кто-то думает, что это шутки, то это очень даже не шутки. Сейчас найду, где-то тут было. Таких кораблей сейчас строят довольно много. Вот. Сейчас будет. Где-то тут это есть. Вот он. Нет, это тот же самый корабль, а здесь где-то были еще... А, вот еще самолет, у которого вместо крыльев вот такие вращающиеся барабаны. Вот, видите? Классный. У него нету пропеллера. А нет, два пропеллера есть. Вот. А эта штука его поддерживает в воздухе. Вот. Это называется эффект Магнуса. Я вам сейчас этот эффект покажу. Смотрите. Прямо вот на видео у себя в квартире. Вот. Вот видите такую штуку? Вы у себя это можете сделать. Я просто искал обычную бумажку и отрезал вот такой кусочек. Видите? Да. Сейчас я его буду бросать, но буду бросать хитрым образом. Я буду бросать так, чтобы он вот так вращался. Понятно? Да. Теперь смотрите, что будет. Вот. Вот я так беру и бросаю. Вот. Смотрите. Ой. Сейчас. Видите? Эта бумажка летит вперед. Увидели? Да. Можете, пожалуйста, еще раз показать? Эта бумажка летит вперед. Вот. Показывай еще раз. Вот. Видите? Да. 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 Она летит вперед. Ох. Она на 2 метра улетела вперед. Вот. Еще раз. Последний раз. О, сейчас очень удачно. Видели? Угу. Нарезает горизонтально. Так вот, сообщаю вам важную новость. В 1906 году впервые такую бумажку обратил на нее внимание отец русской авиации Жуковский. Когда он это увидел, он придумал конструкцию крыла, такую, как у современных самолетов. И когда он сделал крыло по этому принципу, тогда самолеты начали уже по-настоящему летать. А до этого они еле-еле отрывались только от земли. Понятно? Так, и что же у нас получается? Да, понятно. Так, кто хочет сказать? Кто-то что-то начал говорить, говорите. Нет, я говорю, понятно. Ага. Значит, это, что у нас получается? Значит, в Голландии используют мельницы для того, чтобы откачивать воду. Ну и эти мельницы используют также и сегодня, и всему миру, чтобы из скважины добывать воду. То есть никакого электричества. Вот этот дяденька, который там у него машинка едет, и вот эти корабли, у которых такие мачты большие, такие бочки, используют ветер для того, чтобы двигать корабль вперед. Моя вот эта вот штучка, вот эта вот, с помощью нее можно добывать воду из воздуха, правда? Ну вот, примерно такие вот у нас использования. Так, ну я бы на этом даже уже начал заканчивать. Какое-то ваше мнение, давайте. Так, мнения пособых нет, вы подумайте. Почему у вас так мало? Всего лишь меньше потенок? Совсем даже немало. А с помощью вот таких вот механизмов используют подводные лодки? Нет, подводные лодки нет. Подводными лодками совсем другая штука. Мы, может быть, как-нибудь сделаем одну тему. Ну, как сделать так, чтобы подводная лодка могла плавать на очень слабом двигателе с очень большой скоростью. Вот. Ну, это уже, в общем-то, не открытие, уже сегодня это применено. Вот. Мы можем как-то отдельную встречу об этом сделать. У меня идея вот какая. Значит, бумажное задание на следующий раз. Я бы хотел, чтобы, ну, вы это задание как-то сами подготовили в этом смысле. Смотрите, что. Я задаю такую тему. Вы знаете, что такое КПД? Кто знает? Коэффициент полезного действия. Так, а кто сказал коэффициент полезного действия? Илья. Надо имя называть. Илья. А, Илья сказал коэффициент полезного действия. Вот. Байк. Мама. Запишите себе КПД – коэффициент полезного действия. Ну, в науке принято, что коэффициент полезного действия не может быть больше, чем 100%. Вот. Поэтому я предлагаю в следующий раз поговорить об устройствах, которые имеют КПД больше 100%. Это как так? Ну, вот мы в следующий раз это и поговорим. Я таких устройств несколько знаю, которые реально работают совершенно точно. Вот. Дело в том, что, конечно, там КПД не больше, чем 100%. Просто мы не знаем еще каких-то природных таких процессов или явлений, с помощью которых там появляется дополнительная энергия. И человек считает, что оно ниоткуда берется. Это просто недостаток наших знаний. Вот и все. Просто его уже есть, его пока не объяснили. Понятно, да? И поэтому считается, что КПД больше 100%. На самом деле, конечно, это не так. Просто непонятно, откуда энергия берется. Да. Но мы о нашем мире знаем. Какой-то очень классенький, вот такусенький процент от того, что вообще там еще предстоит изменить. Ну вот. Ладно. Всем спасибо. Давайте прощаться. Вам тоже большое спасибо. До свидания, Георгий Кровский. До свидания. 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 Спасибо большое. Ага, спасибо. До свидания. А кто-то играл в «Мафию» сегодня. Я играл в «Мафию». Я играл в «Мафию». Стойте, стойте. Извините, стойте, стойте. Извините, а можно оставить конференцию? Может, там поговорить? можно такая чиры всяк сегодня секунду через уже через час где-то будет новое да через час хореография и растяжка с полиной у нас будет хореография и растяжка как раз у нас будет 9 вечера нет 16 30 может в австралии шестнадцать тридцать тут написано и время австралийская различаются а давайте поиграем давайте сейчас проведем мафии у нас просто как-то играть тут в мафии в интернете да я тоже не знаю давайте играть спокойной душой но сначала ведущего давайте тот кто не не соорганизатор а просто организатор который тот и будет ведущим дарова 8 8 8 4 4 1 5 9 5 а теперь админ